51-летняя Елена была владелицей дачного дома в садоводческом товариществе Болдина Китовского района. Основательную и богатую постройку она застраховала от поджога и, как и началось, не зря. В июле 2010 года дача сгорела практически дотла. Страховая компания честно выплатила причитающиеся 2 миллиона 600 тысяч рублей. На участке остались еще постройки – баня и беседка. В мае 2011 Елена обратилась в другую страховую компанию, где по программе «Экспресс-дом» застраховала от поджога оставшиеся постройки и уже сгоревшую дачу. В качестве доказательства она предъявила агенту фотографии построек, сделанные еще до происшествия и вдобавок подретушированные в фотошопе. Общая страховая сумма оказалась уже 4 миллиона 100 тысяч рублей. Договор благополучно подписали обе стороны. Через полгода неизвестные подожгли баню Елены. Она предъявила страховщикам требования по выплате за баню и дом. Однако компания заподозрила неладное. Страховая выплата была приостановлена на момент, когда они проверяли. Но гражданка на этом не остановилась. Она обратилась в суд в гражданском порядке, что компания приостановила ей страховую выплату. И, значит, впоследствии вот страховая компания обратилась в правоохранительные органы, потому что гражданка настаивала на выплате ей. Адвокат страховой компании Яков Сидоров рассказал, на месте происшествия сразу было видно, какое строение сгорело раньше. В отличие от бани, снежный покров на пепелище дома был такой же, как и на земле – 14 сантиметров. Да и остатков якобы сгоревшей в доме техники – холодильника, LCD-телевизора, газовой плиты, микроволновой печи и предметов мебели – также не удалось обнаружить. Даже вот при элементарном визуальном осмотре не наблюдается ни частей, ни каких-то металлических фрагментов от газовой плиты, холодильника и тому подобное, равно как и от обеденных зон, которые должны достаточно быть объемными. Страховая компания предложила женщине решить вопрос миром, прекратить требовать незаконную выплату и довольствоваться страховкой за реально сгоревшую баню. Однако Елена отказалась. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Дело направлено в суд. Елене может грозить лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. Кстати, по словам следователей, женщина воспользовалась своим конституционным правом и на допросах молчит. Свою вину также не признает. Юрий Пестерев, Андрей Глазырин, Вячеслав Шевчук, информационное агентство «Курганру».